МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Дамаске прогремел взрыв. Главная правозащитница ООН в ужасе от происходящего на северо-западе Сирии. Хоркометас в монастыря Святого Спасителя выступил в Тегеранском зале Рудаки. В презентации книг концертная программа в Армении отмечается. Холм Бакирогоглу в Зебастии в Западной Армении был объявлен охраняемым государством районом из-за его богатых серой, горячих вод, пещер и травертиновых камней. Гидрогенизированная горячая вода положительно влияет на ревматические кожные заболевания. Провинция была зарегистрирована как центром запасов ценных природных полезных ископаемых. Кроме того, водопад Сезар, источник Белли-Кли, Джермук и Ирмлайнское водохранилище, его окрестности, а также исток реки Холис, также были взяты под охрану. В парламенте Украины зарегистрирован проект постановления по чествованию памяти жертв геноцида против армянского народа. Как сообщает Армен Пресс, со ссылкой на аналитика.ua.net, законодательные инициативы народного депутата Украины от «Слуги народа» Дарьи Володиной отчествования памяти о геноцида против армянского народа был зарегистрирован 14 февраля. По мнению депутата, это трагедия и боль такого масштаба, что невозможно так долго просто не замечать. Это уже четвертая законодательная инициатива за последние 10 лет. Недавно депутат «Слуга народа» Антон Поляков зарегистрировал проект постановления о признании геноцида армянского народа, регистрационный номер 5.11.2019 года. США пытаются разделить власть, и народ урана заявил во вторник верховный лидер страны Али Хаммэйи в преддверии парламентских выборов в стране, которые пройдут в конце этой недели. Вы видите пропаганду американцев, как они хотят дистанцировать исламский строй и народ друг от друга. Они постоянно занимаются этим, приводят слова Хаммэйи на его официальном сайте. Призвав иранцев к участию в выборах, Хаммэйи заявил, что это не только религиозная, но и гражданская обязанность, которая укрепит страну. Выборы и однопалатный парламент Ирана пройдут 21 февраля. За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были учреждены Советом по охране Конституции. Взрыв прогремел. В центре сирийской столицы Дамаска есть раненые, сообщило гостелевидение Сирии. Взрывное устройство приведено в действие в районе гаражей автобусной станции Баб Муссаля в Дамаске есть раненые, сообщил телеканал Их Барье. Запредельная жестокость и ужас так охарактеризовала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бечелет ситуацию на северо-западе Сирии, где разворачивается настоящий гуманитарный кризис. Лагеря для переселенцев, переполненные женщиной и дети, ночуют под открытым небом. Мирное население теперь подвергается обстрелам даже в приютах. Семь человек, включая двух женщин и троих детей, были убиты в результате обстрелов со стороны негосударственных вооруженных формирований. В целом с 1 января в Эдлибе и Алеппе погибли 298 человек. Хор Комитас Монастыря Святого Спасителя под руководством доктора Арби Бабумян принял участие в 35-м музыкальном фестивале Фаджер и выступил в Тегеранском зале «Рудаки». Это ежегодное неконкурсное музыкальное мероприятие состоялось с 13 по 19 февраля в разных залах Тегерана, где выступали музыкальные группы и отдельные музыканты из разных стран и разных частей Ирана. Хор Комитаса получил приглашение, оставив позади очень-очень многих. Примечательно, что выступления хора Комитаса получили высокую оценку со стороны других групп, участвующих в фестивале, а также музыкальных профессионалов. По случаю 151-го летия со дня рождения великого поэта Ванессы Туманяна, который отмечается 19 февраля, интересные мероприятия пройдут как в Дсехе, так и в Ереване. В беседе с корреспондентом Армен Пресс, директор Дома-музея Туманяна в Дсехе, Роза Кузумян подчеркнула, что в день рождения Туманяна отмечается также и день дарения книг, поэтому они подготовили указатели, на которых написаны строки Туманяна, касающиеся книг. Победившие в различных конкурсах ученики Дзехской школы будут декламировать стихи автора. Насыщенную программу мероприятий подготовил также и музей Ванессы Туманяна в Ереване. В музее пройдет традиционное угощение «Тост Туманяна», состоится конкурс «Игра». Музей продаст изданные им книги по специальному прайс-листу, приведет презентации образовательной программы «Семейный почтовый ящик», красочные книги детских стихов «Милашка» и «Ваши знакомые». С концертной программой выступит бэнд «Вселенная». В мероприятиях, организованных в день рождения Туманяна, с любовью участвуют как ученики, так и взрослые. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию комитас Ель-Ель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!